В Магадане прошло 50-е заседание городской думы. Депутаты рассмотрели 21 вопрос. Народные избранники заслушали отчет мэра Магадана о результатах деятельности главы города и мэрии в 2019 году. Юрий Гришан обозначил успехи в экономике, рассказал о деятельности, направленной на обеспечение комфортной городской среды, исполнение социальных обязательств, а также поблагодарил депутатов за совместную работу. Юрий Гришан отметил в своем докладе, что на протяжении всего срока совместный рабочий процесс с депутатами гордумы протекал с пониманием обоих сторон и хорошим результатом. На первом форуме мы говорили город без долгов. Конечно, нам не удалось погасить полностью долги, но тем не менее кредиторская задолженность уже не 900, а просроченная только 211 миллионов. Динамика погашения задолженности есть. Мы меньше в судах, мы меньше тратим деньги на пенни, штрафы и прочие издержки с этим связаны. Нам удалось все-таки вывести городские бюджетные организации на хороший индикатив по заработной плате. За последние пять лет в Магадане появились новые общественные территории и культурные объекты. Не обошлись стороной и проблемы. Юрий Гришан уточнил, что актуальной проблемой остаются дворовые территории, на благоустройство которых из средств особой экономической зоны в этом году выделено 100 миллионов рублей. Планируется, что эту же ежегодную сумму закрепят за городом, обещал губернатор Сергей Носов. В этот день утвердили бюджет 2020 года. По доходам он должен составить более 7 миллиардов 570 миллионов рублей и это на 300 миллионов больше, чем в прошлом году. Дефицит ориентировочно сохранится в пределах 200 миллионов. Бюджетом ситуация благоприятная. Все планы, которые запланированы на данный год, они профинансированы и реальны к своему исполнению. Поэтому октябрь месяц будет подведение итогов. Я думаю, что все предпосылки и все условия для этого созданы. Председатель Магаданской городской думы также отметил, что сегодня в городе одним почетным гражданином стало больше. Депутаты проголосовали единогласно за присвоение звания Герою Советского Союза ветерану органов безопасности и внутренних дел Михаилу Владимировичу Ашику. Сейчас ему 95 лет. Он проживает сейчас в Санкт-Петербурге. 12 лет он прожил на Колыме, работая в органах госбезопасности. Кандидатура достойная. Депутаты это оценили единогласным голосованием. Из 20 человек голосовавших, 20 человек проголосовало за присвоение звания почетных гражданин города Магадана. Все необходимые атрибуты будут переданы непосредственно Михаилу Ашику в торжественной обстановке. На заседании представительного органа местного самоуправления внесли изменения в генеральный план Магадана. В частности, речь идет об изменении зон назначения, условном отображении объектов будущего строительства, новых учреждениях образования на Билибино и Пролетарской, жилой застройке в микрорайоне Нагаева, объединенной взрослой диагностической поликлиники.